Актуальное интервью Жители города Якутска и близлежащих районов Разные источники писали по-разному, говорили по-разному То есть это пожар, хлопок, даже распространение ядохимикатов Так что же все-таки случилось? Да, на самом деле на Якутской ГРС-2 вчера в 16.06 случилась авария Авария сопровождалась хлопками в результате аварийного отключения машин В результате аварийного отключения 11 машины резервного источника произошел пожар На 11 машине И авария эта произошла по предварительной информации нашей По причине падения давления в подводящих газопроводах При пуске в работу первой машины на Якутской ГРС-2 Это же событие повлекло за собой возникновение локального пожара Между первой и второй машиной на газопроводе Окончательные выводы по причинам аварии даст Ростехнадзор Ростехнадзор сегодня назначит свою комиссию для расследования причин аварии И по итогам ее работы будут сделаны окончательные выводы На сегодняшний день дополнительной информации по причинам, к сожалению, пока у нас нет А как идут восстановительные работы? Когда будет ГРС уже введена в эксплуатацию? От чего это зависит? ГРС введена в эксплуатацию То есть такая ситуация, когда у нас часть оборудования выводится в резерв На сегодняшний день ее нельзя назвать штатной, но это ситуация рабочая Поэтому на сегодняшний день располагаемая мощность центрального энергорайона Это Якутская ГРС и Якутская ГРС-2 Ее достаточно для прохождения утренних и вечерних максимумов Поэтому на сегодняшний момент причин для беспокойства нет То оборудование, которое, вероятно, пострадало, значит, оно на сегодняшний день выведено в ремонт для осмотра В первую очередь, если по результатам осмотра существенных дефектов не будет выявлено, то оно будет введено в работу В частности, от помпажа или от хлопка, как мы говорим, пострадала восьмая машина вчера Она на сегодняшний день в работе То, что касается остального оборудования Ну, я думаю, что в течение сегодняшнего дня в результате осмотра Нами будут сделаны выводы о степени повреждения И будет принято решение либо о вводе в эксплуатацию, либо в резерв Либо, значит, установлены конкретные сроки проведения ремонтных работ Однозначно можно сказать, что окончательно пострадала в результате пожара, значит, одиннадцатая машина Ее мощность 12 мегаватт и существенного влияния на располагаемую мощность она не окажет Для восстановления энергоснабжения была подключена ГРЭС-2, то есть сейчас можно говорить о том, что она введена в эксплуатацию? Нет, ну, якутская ГРЭС-2, она находится сейчас на этапе пуска наладочных работ И она, в принципе, периодически несла нагрузку, причем существенную нагрузку по центральному энергорайону Пусконаладочная работа у нас планируется к завершению до 15 октября, то есть по большому счету это конец следующей недели И станция будет уже введена полностью в эксплуатацию, будет нести столько нагрузки, сколько будет, соответственно, требоваться Для распределения нагрузки между куской ГРЭС и куской ГРЭС-2 в полном объеме И будет нести и тепловую, и электрическую нагрузку, и испытана она на сегодняшний день на электрическую нагрузку полностью И генерация, и схема выдачи электрической мощности, так называемая Тепловые испытания завершаются Новая станция строилась в современных условиях Насколько мы сейчас можем чувствовать себя защищенными от подобных случаев в будущем? Да, конечно, станция современная, со всеми современными системами контроля, сигнализации, автоматики Которая существенно повысит надежность энергоснабжения центрального энерго района Тем не менее, в течение достаточно продолжительного времени, это будет до периода за 2025 годом В эксплуатации будут находиться обе станции И выводиться из эксплуатации куской ГРЭС будет по мере выработки ресурсов Остатка ресурсов тех машин, которые сейчас этот остаток еще не выработали Поэтому на сегодняшний день режим останется в работе двух станций Вот это будут, получается, у нас три источника электрической энергии Небольшой источник электроэнергии и тепловой энергии, это якутская ТЭЦ Значит, основной источник у нас в любом случае будет оставаться якутская ГРЭС И якутская ГРЭС-2 Еще один источник, на который плавно в течение ряда лет будет основная нагрузка переводиться Соответственно, на якутскую ГРЭС с якутской ГРЭС-1 После вывода якутская ГРЭС-2 у нас останется в работе, соответственно, якутская ГРЭС-2 Якутская ТЭЦ И в 2018 году мы вводим в эксплуатацию полностью в полном объеме уже под станцию МАЯ Которая свяжет нас с Южноякутским энергорайоном И мы будем получать уже от ЕНС электрическую энергию На сегодняшний день мы можем получать НДП до 92 МВт Но в силу того, что не закончено строительство заходов То есть это та часть линии, которая уже со стороны районов должна зайти на подстанцию И срок окончания строительства запланирован на конец 2018 года После этого еще более существенно центральный энергорайон будет безопасен в плане надежности энергоснабжения То есть можем себя чувствовать в безопасности в этом вопросе Акционерная компания «Алруса» предложила помощь в связи со случившимся Есть ли необходимость в этом? Значит, ну, конечно же, компания «Алруса» огромное спасибо Это наш основной партнер в западном энергорайоне Самый стабильный плательщик, самый крупный потребитель Поэтому спасибо большое за оказыванную поддержку На текущий момент такой поддержки не требуется А вот, значит, тот объем работ, который нужно будет выполнен, он будет, безусловно, в ближайшее время оценен Событие попадает под страховой случай Станция застрахована, поэтому расходы по восстановлению будут предъявлены страховой компанией А как долго будут проходить восстановительные работы? Что для этого требуется? Значит, ну, я уже сказал, что для этого необходимо исследовать Они уже начали работать Те работы, которые связаны, значит, с восстановлением здания Ну, не с восстановлением, а, так скажем, с ремонтом остекления И с ремонтом стены резервного источника Они, наверное, существенного времени и денег не потребуют Основные деньги – это будет восстановление единственной машины То есть в остальном существенных затрат мы не планируем И большого времени на восстановление режима не потребуется Значит, нам необходимо, вот из тех машин, которые попали под ПАШ Я говорю, восьмая введена в работу Одиннадцатая, ну, выведенная за работу уже до капитального ремонта Либо замены И вторая, третья машина сегодня будут осмотрены Вот и установлены сроки Ну, я думаю, что вторая машина будет в более короткие сроки введена По третьей машине мы сможем сегодня дать информацию только в конце дня В результате случившегося пострадал человек Скажите, как его сейчас состояние? Что необходимо? Какая помощь? К сожалению, да, пострадал у нас мастер, старший мастер, значит, газового хозяйства Сегодня он находится в тяжелом состоянии, находится в ожоговом центре В реанимации под наблюдением врачей Состояние стабильно тяжело Нами организована работа по сдаче крови Я призываю жителей города тоже принять участие в сдаче крови Для поддержания, значит, его состояния И находится под наблюдением врачей По, значит, информации из ожогового центра главного врача Дополнительной на сегодняшний момент помощи не требуется В случае, если она потребуется, мы, безусловно, примем участие в этом Можно ли случившееся сравнить с тем, что произошло в декабре 2002 года Когда также произошла аварийная грызь? Да, ситуации похожи, но тогда ситуация более была сложной Потому что мы не имели резервного источника и аварийного источника для запуска станции с нуля Вот поэтому мы долго тогда собирали схему для того, чтобы запитать станцию И более длительное время ушло на то, чтобы запустить первую машину на Якутской ГРС Сегодня мы запустились от аварийного источника Это произошло по нашим, так скажем, нормативам достаточно быстро Мы запустили шестую машину И от шестой машины уже, собственно говоря, поэтапно развернули работу полностью всей системы Якутского ГРС-2, Якутского ТЭЦ Заречь параллельно включалась от дизельных станций Значит, ну понятно, что электростанцию невозможно, как машина заглохла Ее попробовать там покрутить ключиком и попробовать запустить Все машины включаются последовательно Для того, чтобы обеспечить включение каждой очередной машины Необходимо после аварии обязательно осмотреть И дополнительно осмотр, помимо стандартных Имеется ли повреждение на оборудовании в кабельных сетях, силовых, сигнальных И только после этого в газовом хозяйстве, в тепловых сетях, внутристанционных Только после этого поднимается решение о пуске машины Поэтому это заняло относительно длительный промежуток времени То есть мы отключились в 16.06 А полностью режим был восстановлен с выключением дизельных станций в 0 часов То есть это, с одной стороны, продолжительный промежуток времени Но с учетом того, что это все-таки была авария Была авария с хлопками, была авария с пожарами Это срок, на наш взгляд, мы очень оперативно управились Как оцениваете работу оперативных служб? Значит, оперативные службы прибыли на место немедленно Те, которые должны участвовать по регламенту в аварийно-восстановительных работах В восстановлении нормального режима работы станции И энергоснабжения энерго района Это касается как самой станции, так и аварийно-восстановительных бригад И оперативно-выездных бригад распределительных сетей А вот здесь у нас сбоев не было Значит, команда работала слаженно Значит, диспетчер руководил профессионально, оперативно всеми операциями Собственно говоря, что и позволило И диспетчер, соответственно, РДУ Это региональное диспетчерское управление наш И начальник смены станции В результате чего и удалось в такие сроки восстановить нормальный режим энергоснабжения Александр Степанович, а с чем было связано отключение водоснабжения? Водоснабжение о прекращении подачи электроэнергии в водоканал То есть... Это непосредственная связь Да, поэтому как только было запущено снабжение в работу шестая машина В первую очередь мы начали подключать объекты водоканала Что обеспечило, собственно говоря, в обратку нам подпитку со стороны водоканала Для подпитки тепловых сетей Ну, надо сказать, что и режим тепловых сетей уже полностью восстановлен И со стороны Якутской ГРЭС, и со стороны Якутской ТЭЦ И сегодня планируем продолжение испытаний тепловых Будет, соответственно, зона котельной 106-го квартала Будет через ТК-2, через новую тепловую камеру Будет подаваться городу уже Якутская ГРЭС-2 По плановым испытаниям Я благодарю вас за беседу Наше эфирное время подходит к концу А зрителям я напоминаю У нас в гостях был генеральный директор Якутской НЭРКО Александр Слоек Будьте с нами, будьте в курсе событий Всего вам доброго, увидимся До свидания Редактор субтитров А.Семкин